Друзья, всем привет! Сейчас Стефан подключится. Сделаем такое коротенькое видео. Мне подписчик скинул... Я потом вам тоже дам ссылочку в описании к ролику, посмотрите. Очень интересное видео, где один блогер высказывает совершенно смешные, на мой взгляд, глупые вещи. К примеру, о том, что на самом деле режим, который мы предлагаем... ...мышечных волокон, на самом деле тренирует не окислительные, а гликолитические. Что на самом деле это неправильно, и так тренироваться нельзя. Стефан, привет! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Ты посмотрел эти ролики, что я тебе скинул, да? Конечно, поэтому я звоню тебе и сказал, вот, давай снимем сразу, пока свечи в голове. Друзья, хорошие новости. Наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами Heavy Metal Jeans. Переходите по ссылке в описании в мой магазин на всеммайки.ру. Вы видите, на данный момент есть пять различных картинок быков. Быки довольно-таки брутальные, очень интересно и качественно смотрятся. Мужская, женская одежда. Выбираете себе цвета, размеры. И, грубо говоря, сами себе заказываете маечку, которую хотите. Майки, футболки. Есть женские варианты, естественно, тоже различных цветов и размеров. Также есть у нас еще и худи. Сейчас вы увидите на экране тоже. Это пока что все женская одежда. Есть детская одежда. Тоже не забывайте. И худи многие любят. Есть с капюшоном, есть без. Выбирайте тоже различные цвета. Все на майки.ру. Цены довольно-таки недорогие. И каждый может себе позволить теперь футболку, майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала. Ну что, друзья, теперь у вас есть все, что вы хотите. Также можно купить и кружки, и бутылку даже для того, чтобы на тренировке пить из нее. Ай-яй-яй, ё-моё, как начинать? Что ты скажешь по поводу того, что на самом деле тот режим, который Виктор Николаевич предлагает для тренировки окислительных мышечных волокон, на самом деле он тренирует гликолитические? Да, ты будешь записать, правильно? Да, да, давай. Окей. Все, самое главное запиши, потому что я не хочу это ответить два раза. Но потом мы сделаем еще видео отдельно. Да, да. Но пока что помним, давай. Вот первое, что там тебя сразу. Первое, первое. Смотри. Человек сказал, что он работал уже 4 года с изотоном, сделал видео. Да, да. Просто, чтобы вы знали, если кто-то не знал пока. Да, вот, смотри. Это книга по футболу, да? Смотри, там Селуяну. Смотри, это Стефан Диаз, видишь там? Это первая книга, которую я перевел от Селуяну. Мы публиковали в Бразилии. Первая версия 2005 год. У меня на русском она вот лежит здесь. Нет, смотри, нет, это другая, это другая книга. Это первая. Знаешь, что 2005 год уже, уже это пятая публикация, Чираж. Знаешь, Чираж. Это же в 5-й Чираж в Бразилии. Книга продается. Да, да, да. Ну, давай. Я познакомился с Изотоном в 2003 год. 2003 год. Сколько лет? Больше 15 лет. Правильно? Ага. А человек сказал, что 4 года, очень много следований. Какие следования он сделал? Ну, сам себя тренировал. Он как следований. Я сделал следований. Потом публиковал еще книгу. Это 2008 год. А уже с автором, как с Силуяновым. Что смотрели? С помощью Изотоном я смог получить первое место на конференции молодых ученых в России. Деньственный иностранец, который видел в Иргувке. Самый большой университет. Один из самых лучших в мире. Самый большой в России, Иргувке. Первое место. Меня наград там получил. С помощью Изотоном. Что мы сделали? У нас было 3 команды футболистов в Бразилии. И мы тренировались. Половина из них. 36 спортсменов. 3 команды. Каждые по 12 спортсменов. Каждые было 12 человек. Мы разделили на половину. 6 делали динамическую работу. 6 статодинамической работы. Что мы делали? Если ты знаешь, футболисты, футболисты, они имеют хорошие силовые показатели, ноги. Но они не работают с штангой в поле. Во время поля они не работают с штангой. Это означает, что не специфическая работа. И было такое-то мнение в науке. Если ты делаешь, какая работа, которая не специфическая, она может плохо влиять на упражнения. И что мы хотели доказать? Что это нет. Это по физиологии. Это человек вообще ничего не знает по физиологии. Есть закон рекрутирования. Он должен научить. Может наш курс. Ему прошли на наш курс. Было полезно. Я могу его научить. И что, это уже известно давно, но закон рекрутирования. Что происходит с законом рекрутирования? Если ты даешь маленький сигнал, ты будешь самый низкий порог мышц рекрутировать. Это тип один. Если ты продолжишь увеличивать нагрузку, будет тип один и тип два. Типа два А. А если ты самый высокий вес поставишь, это будет все группы мышц рекрутировать. Не мышц, а волок. Мышц, а волок. Правда. И как мы сделали? Мы выбрали вес, который небольшой для этих людей в Бразилии, для этих спортсменов. Половина от массы тела. Как они были юноши, было от 15 до 18 лет они, футболисты. Но уже с большим стажем, больше 8 лет опыт в футболу. Один был командой чемпионов штата Парана. Очень большой штат, в котором я жил. И что мы делали? Шесть. Сделали статую динамику. Шесть динамика. Половина веса. Если человек весил 70 килограмм, поставили на спине только 35 килограммов. Это невысокий вес. Окей? Маленько. Но затем, когда они сделали в статую динамику, что случилось? Мы могли рекрутировать, типа, один мышц, волок. И вес был тот же самый для динамика группы и для статую динамика. Поставили метроном, 56 ударов в минуту. И они должны сделать, каждый повторение сделать два удара вниз, так, так. И два удара вверх, так, так, обратно. И как продолжало, в чьей тени, сорок секунд, 35-40 секунд. Примерно как по силуянов работа. И мы сделали несколько спортсменов, 30 секунд работа, 30 секунд отдых. Окей? И повторили несколько раз. После этого они должны сделать удар в воротах. Да. И что мы смотрели? Что не упражнение специфическое, не специфическое, которое влияет. А как оно воздействует на физиологию человека. Это означает. Тоже группы, две группы, 36. Мы разделили три группы, 12 по каждому. И они сделали половину динамику, половину статико-динамику, то же самое. Половину собственного инвестора. Да, да. Люди, которые делали статико-динамику режим, они начинали закисляться. Я купил прибор, акку-тренд. В это время я стоил 500 долларов только прибор. И еще маленькие датчики, которые ты поставишь и смиряешь. И еще примерно 500 долларов я тратил. Было достаточно хороший день, который я тратил. То есть есть приборы, можно сразу определить, закисляешься ты или нет. Конечно, конечно. Сразу, сразу. За минуту. За минуту, знаю. И все. И что мы посмотрели? Что люди, которые работали, тоже сами весь, половина собственного инвестора. В статико-динамику режиме они закисляли. Почему? Потому что в ТАП-тип-один очень много митохондрия о том, что Силуенов говорит. А этот человек тоже не знает по биохимии. Биохимия говорит о том, что сначала мы тратим АТФ. 2-3 секунды. После этого есть АТФ-креатинфосфат. Можно еще 10-15 секунд. Почему Силуенов рекомендует 30 секунд и больше? Потому что время под нагрузкой будет побольше. Это означает, что идет все затраты АТФ, креатинфосфат и идет гликолиз. Если ты сделал в динамическом режиме, гликолиз более аэробенна. Это означает, что мало сокисления. Нашу группу, которую сделал, и потом я таблицу могу дать вам. И группа, которая, даже книга, которая у тебя есть на русском, мы публиковали это. Да. Публиковали. В эту книгу на русском языке. Что случилось? Группа, которая сделала в динамическом, мало закисления. Тоже самый вес. А группа, которая сделала статодинамика, закисления достигла очень высокого уровня. Этот человек, может быть, даже это не знает. Но уровень аэробенний порог это 2 ммол на литр. 2 ммол это уже аэробенний порог. В упокой, если измеряем, сейчас будет примерно 0, 0,8, 0,7. А аэробенний порог это как раз уже достигает 4 ммол на литр. Это уже анаэробенний. Знаешь, сколько увеличивает с помощью изотона? Нет. Анаэробенний уже 4, да? Мы сделали 5 подходов, по 3 в каждом. Это получали 15. 15, да. Да. Это 5 суперсейн. Понимаешь? 3. Да. 10 минут отдыха между каждыми 3, да? Мы сделали 5. Мы сделали 5, потому что мы хотели посмотреть точно, точно было очень много способов. Ну, 5 в каждом из 5, 3 подхода. Получается, после каждых 3 подходов, 10 минут отдыха. А потом еще, еще отдых, еще и так 5 раз. Вот. И что случилось? Закисление достиг 14 несколько раз. Нечасто. 15 ммол на литр, да. 15 ммол на литр. С такими маленькими весами. Почему? Потому что Силуянов очень знал физиологию. Он научил меня. И все книги там есть. Естественно. И вот, и тогда мышцы не могут работать с помощью кислорода, потому что мы начинаем прекратить амплитуду движения и начинаем закислять. Если закисление идет за счет этого гликолиза, она и ровно. Даже в типо 1 мышечный волок. И что случилось с точностью? Точностью падал. И что мы еще? Почему я получил приз с Амилючей Следовым? Потому что мы показали, что это не работа с весами, плохо или хорошо. Да. Как ты управляешь? Как управляешь? И мы сделали группу для динамики. Знаешь, что случилось с точностью? Да. Увеличивал. Точностью увеличивал. Они начали приседать, увеличивал. Почему? Потому что примерно в третий подход, в третьей серии, начал достигать хорошего уровня закисления, который не привыкает. И примерно если мы работаем в 5 ммол на литр, это оптимально для футболистов. А кстати, скажи, Степан, люди не знают, вот этот чемпионат мира, который прошел, сборная России, почему так перебегивала всех? Потому что они тренировались по изотону. По Семьянов. Да, 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 есть Калинин, это специалист от лаборатории, он главный. Сборную тренировали так. Да, он связался со мной, хороший парень. Даже мы предложили команду Сан-Паулу, футбол-клуб, большая команда в Бразилии, очень богатая. Чтобы сделать соревнования, семинар с ним, с нами, они думают об этом, понимаешь? Чтобы научить. Это вообще просто безумно. Понятно, но этот человек, видишь, он пытается продавать себя, а как, нужно хайповать, придумывать всякую хрень. Но люди, которые разбираются, они это видят. Но находятся люди, которые верят. Вот смотри, что он говорит, и человек такой думает, о, а вроде есть логика. К примеру, он говорит, вот вы работаете там с 30% веса, да, работаете, работаете, устали, типа все, мышечные волокна, окислительные тоже устали и включаются в работу уже гликолитические. Нет, 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 подожди, подожди. Это подмена понятий, подмена понятий, правильно? Нет, смотри, смотри. Это, когда он говорит, есть, есть смысл. Потому что, что случается тогда? В России тоже, извини, пишут, что в Америке никто не разбирается, все фитнес-тренеры профаны. Поверьте, друзья, в России ситуация не лучше. Можно по пальцам одной руки перечислить нормальных, грамотных инструкторов. Кого вы смотрите в Ютьюбе, посмотрите. Всяких задрот, блядь, и которые там хайп какой-то пишут. Да. Снимают. Я не хочу и не могу говорить обо всем, а что мы могли сделать. Мы говорим об науке. Мы говорим об науке. Есть еще книга Силуяна, смотри. Еще книга в Бразилии тоже. Это 2016 лет. 2016 лет перед тем, что он умор, мы уже отправили и публиковал сразу. Есть книга по изотону вместо Силуяна, у меня есть на португальский язык. Смотри, Степан Силуяна. Мы все это посмотрели и публиковали. Эта книга публикована в 2017 год. Да, 2017 год. Степан, извини, вот еще пишет в комментариях Natural Power, Алекс. Ну, ты сам себе просто смешишь людей. Вот смотри, в Америке никто не разбирается в статодинамике. Так как не разбирается? Степан откуда сейчас вещает? Из Америки. Степан преподает в университете. Мы были в American Top Team. Друзья, вы что, просто реально закрываете глаза? А смотри, подожди, подожди. А человек, как зовут человек? Алекс. Алекс, смотри, Алекс. А как они, как они знают? Они точно не знают название статодинамика. Но в США они называются Partial Range of Motion. Partial Range of Motion. Если тебя интересует, потом обращайся к нам. У нас идет лекция. Мы читаем людей. Я могу дать тебе 10 статей. Да, мы уже две недели, как начали курсы. Извини, Стефан, сразу скажем. Если кто-то вдруг не знал, вы можете подключиться. Еще пару мест есть. Можете еще успеть. Потому что дальше вы уже просто отстанете. Обучает Стефан всему тому огромному количеству практических и теоретических знаний, которые он получил и которые он уже опробовал на людях. И мы даем их вам за полтора года. Это будет разбито на три семестра по шесть месяцев. В конце каждого семестра экзамены, сертификаты, если вы сдаете удачный экзамен. Так что, друзья, подключайтесь. Успеете. Это очень хорошо. И будешь настоящим специалистом. Не просто посмотреть видео в интернет и думать, что знает кое-что. Не, настоящий специалист. А смотри, что еще он плохо сказал. Вот, в 2003 я начал использовать всю эту методику. Потом в Бразилии в 2005 мы уже семинары сделали. Потом я отправил фотку вам. Большой семинар. Пятьсот человек в зале. Пятьсот. Пятьсот тренеров, Стефан. Пятьсот тренеров, да. Не людей. Тренеров. Пятьсот тренеров семинара. Тренеров. И мы сделали открытие. И это начали использовать. В США, в 2008 год я начал принимать в Америку топ-тин. Они здесь называются partial range of motion. Потому что, как переводится, есть несколько следований. Но на самом деле, Селуенов взял всю эту информацию от Каацу. Каацу это метод, который японские придумали. С помощью турникета, но Каацу помогает, конечно, но для грудной мышцы. Как ты будешь турникет поставить на грудную мышцу? Просто ты будешь как сумасшедший. Просто безумно. А Селуенов взял, нет. С помощью физиологии, с изучением. Он смотрел, что когда вес больше 30%, поэтому рекомендуется начинать от 30% от максимума. Идет окклюзия, окклюзия в сосудах. И это означает, что ты сделал маршрую. Давай скажем, потому что люди не все знают, что такое окклюзия. Это не остановка, это, как это сказать по-русски, это затруднение протока крови. А соответственно и кислород. Он более сложно поступает не в том объеме, в котором нужно. Все. И тогда вес маленький. И можно сам просто попробовать. Сделать, как я сказал в исследовании. Поставить половину вашего веса на спине. Считать штангу уже. Если штанга 20 кг, ты весит 80 кг. Это уже. Значит, штанга 20 и еще 10 кг, 40 кг всего. Поставить на спине. И сделать обычные приседания до нуля и обратно. Полный присед. Глубокие приседания. Глубокие приседания, полный присед. И сделать 30 секунд. И сделать 3 подхода. Нет. Сделать 30 секунд. Отдых. И потом сделать снова. Как в суперсерии. Да. А потом тоже самый вес. И сделать до отказа, внизу. Но просто вернется до 100 градусов колено. Половина. Не распрямляться до конца. Да. И вы сам начинаете почувствовать, что что-то разное. Это что разное. Мышицы тоже сами работают. Но затем без кислорода начинает гликолиз. Анаэробный гликолиз. Начинается окисление идти. Это просто попробовать. И вы начинаете. А этот парень скажет, что он исследований. Какие исследования он сделал? Да никакие он на себе просто. На себе. Вот на мне не работает. Это как почувство. Да, да. Так а я на себе, Стефан. Я на себе за 2 месяца вывел себя на уровень выносливости. Я в хоккей сейчас играю. Я чувствую эту. Я 10 лет учился в спецклассе по футболу. Я бегал. Я не мог себе выносливость поднять. 10 лет бегал утром. И бегал еще после школы. Перед тренировкой. Смотри. А как мы могли доказать? Это в лаборатории мы сделали. Есть аэробный порог и анаэробный порог. И мы тест, как мы сделали здесь газоанализер. Помнишь газоанализ? Да, да. Если мы сделали правильно из-за того, как мы рекомендуем, как лаборатория рекомендует, вы смотрите, что есть кривая. А эта кривая, она начинает идти в правую сторону. Это означает, что ты более выносливый, более способен для каждой степени. Это именно перед закислением аэробный порог. Когда ты сделаешь изотон, помогаешь твой аэробный порог. Если ты сделаешь все комплексы трениров, как для высокой порога, и интервальный трениров, как мы сделали, и можно тоже анаэробный порог. И это доказали несколько раз. И видео есть, и в нашем книге есть, и публикации есть. Понимаешь? Наученные публикации. Не просто бла-бла-бла. Окей? Все. Еще. Он говорил, что нельзя сделать до отказа. Ты слышал? Да, конечно. Это плохо. Почему надо иногда? Не всегда. Он как половина правды здесь. Почему надо сделать до отказа? Почему? Ты меня спрашиваешь? Да. Ты знаешь, но вопрос, чтобы люди... А, ну, и когда мы говорим об окислительных волокнах, почему мы говорим до отказа? Это даже не столько отказ, что ты не можешь поднять вес, а нестерпимое сжение в мышце, которое говорит о том, что ты достиг нужного закисления. Стресса. Да. И это сделает стресс. И когда сделать отказ, либо в окислительных, либо в гликолитическом, почему надо стресс достиг, потому что с помощью стресса гормоны выделяются. И вот, у меня есть статья, здесь на просьбе, я в компьютере смотрю, 2013 год, в Journal of Strength and Conditions, в котором они смотрели Strongman Competition и тренировка на гипертрофии. И как влиял на тестостерон? Какие тренировки больше влияли на тестостерон? Ну, насколько я знаю, силовые тренировки, где большие веса мало, повторений больше влияют на тестостерон. А тренировки, которые якобы, ну, вот мы называем на гипертрофию, где больше повторений, то они больше влияют на уровень гормона роста. Гормон, вот, вот. И смотрели, что если сделать очень большой вес, но в коротком время под нагрузку, это влияет на гормон, конечно, но меньше, чем когда вы сделали гипертрофию, это означает большее время под нагрузку. И они сделали в эксперимент 3 подхода, 10 повторений максимума, а 70% от 1 повтор максимум. Для стронгменов, да? Нет, это для гипертрофии. На ком делали эксперимент, кто участвовал? Вот, они брали несколько людей, и это было 16 спортсменов. Тренирующихся людей, надеюсь? Тренирующихся людей, но они тренируются вообще не в стронгменной гипертрофии, чтобы они были просто тренированные люди. Да, и они сделали, окей, половина будет стронгмен сделать, половина будет сделать гипертрофию. И видели, что тренировка для гипертрофии помогает больше увеличивать гормон. Но это не означает, что мы не должны сделать максимальный вес, но просто помогает больше. А если еще... Потому что стресс под нагрузкой, да? Стресс под нагрузкой. И сколько? В результате получило увеличение от покоя до тренировки. В конце 136% увеличение, кто сделал гипертрофии. Кто сделал стронгмен, 74%. И кто сделал кто и другой... Да, и кто сделал... Было три группы, извини. Третья группа, только 54%. Почему? Может быть, это очень много, они не успели. И организм просто не... Стресс был, чрезмерен был стресс, да? Да. И, наверное, не восстанавливали, но самое лучшее было для гипертрофии. А не было, нет времени, Стефан, сколько длилась тренировка? Потому что ты же знаешь, что после определенного времени уровень анаболических гормонов, ну все, идет по ноте. Есть, есть. Сейчас, секундочку. Потому что здесь я скупировал кусочек, это от лекции, который я читал в Бразилии в декабре, который я получил приз там, просто чтобы люди не знали, получил приз там от здравоохранения государства. Не приз, Стефан, приз это фигня для русских. Ты получил медаль от бразильского, бразильское министерство здравоохранения за вклад в развитие физической культуры и спорта, друзья. Это, ну, очень-очень значимо. Это не какой-то кубок там. Не-не-не, это они, они отвечают за все спорты в стране, это учреждения, они большие. И с помощью это слайд. Но потом я посмотрю с тобой отдельно целое исследование, как делают. Ну, просто чтобы смысл не пропал. Вот, есть тоже специалист Крамер, который не знает, посмотрит в интернет. Крамер, очень хороший специалист. Один из самых лучших в США. И он смотрел, что когда я сделал упражнение, если 10 повтор максимума, 3 подхода на каждую группу мышц, минимум 8 мышц, 8 разных мышц, 8 упражнений, извини, 8 упражнений. Работа на большей группе мышц, ноги, спину и плечи. Получила примерно, тестостерон увеличивал на 2,5 раз от покоя. Да, это очень прилично. 2-2,5 раз от покоя. И тоже гормон роста увеличивается. Надо сказать, Стефан, что почему статодинамика так, не буду говорить популярна, но должна быть популярна именно для людей, которые уже в возрасте. Потому что уровень гормонов ваших самих будет повышаться. А мы знаем же, что основная масса людей хочет не быть там, как Дориан Яцт или Арнольд Шварценеггер, а хотят быть здоровыми. И вот именно статодинамика, она при том, что очень щадяще действует на сердце, на кости, на мышцы, вы получаете колоссальный выброс гормонов и тем самым омолаживаете организм. Другого способа нет. Да. И еще для каких-то пожилых людей, очень хороших, потому что меньше chance травмироваться, потому что вес будет поменьше, и это означает, что очень полезно. Именно поэтому мы писали в этой книге из-за того, обычно это для фитнеса и для обычных людей, не для спортсменов. Но если люди, которые не знают, у меня тоже последняя книга, это уже само по себе с соавторами. А спрашивают, ты ее на русский переведешь? Вот меня все спрашивают. Это я переведешь на русский, да, может быть до конца года будешь готов, мы работаем. В этом году даже, может быть, будет, да? Да, мы работаем. А это, когда уже 8 лет от Американ Топ Тим, все спортсмены, это Эвертон мой соавтор, который главный тренер сейчас в Американ Топ Тим, который ты познакомил. Видишь? И тогда мы пишем по Азотому, и как все, как Силуянов говорит, с использованием не просто люди, а сами люди, сами бойцы в мире. Сами лучшие бойцы. Элита бойцовского мира, да. Да, элита. Я только что поставил фото в Инстаграм, я видел, да, да. Когда он выиграл этот, Владимир Путин был там и поздоровился с ним. Да, такой-то крутой. Скажи, чтобы он руку помыл хорошо после этого. Окей. Ну, смотри. Человек много говорит, но не объясняет. Он сам не понимает, скорее всего. Он сам не понимает, он сам не понимает. Самый простой, который он не понимает, это закон рекрутирования. Пусть, чтобы он читал. Если кто-то хочет, пиши ему Honeyman. Это Honeyman. Это size principle. На английском он найдет. Size principle от Honeyman. И они уже примерно 60 лет назад, 60 лет назад, это они уже посмотрели, что работает так. По принципу порогов. И чем больше вес, чем больше мышц рекрутирования. Для того, чтобы рекрутировать все мышцы волокон, надо вес близко к тебе отказать. На ВПДЕ работать, да, на высокопороговые? Высокопороговые, да. И если ты работаешь только на высокопорогах, как вам скажешь, это хорошо, но иногда, да, конечно, можно получить травму. Поэтому мы работаем на той, другой. Надо планировать. Мы же не можем высокопороговые советовать, там, новичкам или людям в возрасте. Да, 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 нельзя, не надо. А из-за того, все-таки, Виктор Николаевич Силуянов в первую очередь работали не для спортсменов, а для оздоровления. Нужно понимать, самые главные ошибки, которые, я считаю, происходят, да, вот в фитнес-индустрии, когда люди не понимают. Мы иногда говорим, к примеру, о том, как достигать высших результатов в спорте, это не имеет ничего общего, друзья, для того, чтобы быть здоровым и оставаться здоровым. Вы должны это различать. И когда вам, к примеру, какая-то фитоняшка, девочка говорит, вот, попу можно натренировать резиночками, друзья, вы ее можете, да, сделать там лучше, в плане крепче, но увеличить ягодицы, вот именно увеличить, вы можете только тяжело приседая. Никакие резиночки вам не помогут. Хоть вставляйте их себе в попу. Егор, прочитай несколько вопросов, я не могу отсюда. Какие вопросы были там? Ну, были вопросы, вот, человек пишет самый первый вопрос, что он оттренировался полгода по программе Full Body, ему все нравится, и что ему делать дальше. Ну, совет, я советую взять мою книгу «Ступени» факт фитнес, там на два года все расписано, Стефану я ее специально дал, думал, может, какие-нибудь ошибки, но Стефан подтвердил, что, в принципе, хорошая, грамотная книга. И уже, наверное, три-четыре тысячи человек, я уже сбился со счету, пишут, что начали тренироваться по моим ступеням, даже уже там полгода-год отзанимавшись. И они получили хороший результат. Стефан, ты что-нибудь добавишь к этому вопросу? Да, мы работаем. Это есть очень много вариантов. Самый простой. Начинай, начинай с книги Егоры, это уже начало, чтобы вы поняли, как прогрессировать. Окей, можно еще вопрос? Да, ищу, ищу. Так. Это натурал, что ты хочешь натурал? Пищи. Да, он просто пишет там, что он согласен, что ты профессионал. Хвалит тебя. Спасибо. Говорит, что таких, как ты, единицы. Ну, мы работаем, понимаешь? Самое главное здесь, это доказать факт. Мы не хотим просто получить зрителей, либо подписчик. Да, он пишет, и я с ним, в принципе, согласен. Я это часто вижу, что тренера не хотят сильно заморачиваться, и в основном гоняют по круговым тренировкам, веря в то, что это как бы лучше. А еще, представляешь, они между каждым подходом, упражнением, не дают время отдыхать. Ты понимаешь, насколько это вредно для сердца, да? Объясни людям, потому что они смотрят этот кроссфит тупой, и думают, что это хорошо. Нет, понимаешь, кроссфит вообще наука нет. У меня мои ученики, они иногда работают здесь, заканчиваются, и едут в кроссфит, и они смотрят. Профессор, что случилось? В кроссфит они попробовали взять элемент от тяжелого атлета. Там со всего вида спорта набрали по чуть-чуть. Да, и чуть-чуть. А элементы хорошие, они действительно хорошие. Конечно, отдельно? Отдельно это супер. Отдельно они очень хорошие, но затем они поставят все вместе, и постараются сделать самый большой объем в короткое время. И человек может быть получит результат месяц-два, но после этого травма. А увеличение левого желудочка сердца будет, которое уже обратно не имеет обратного хода, друзья. Кроссфит – это увеличение L-гипертрофии, правильно, левого желудочка. Да. А смотри, что он писал, Григорь? Он так пишет. «Отдыха нет, я стал персональным тренером, у меня есть конкуренты, тренеры, ко мне никто не идет, а идут к этим профанам». Но это понятно, потому что мы уже объясняли, почему. Мир фитнеса устроен таким образом, что все крутится вокруг персональных тренировок, правильно? И залы зарабатывают не на ваших абонементах, а крупные залы зарабатывают на ваших персональных тренировках. А как вас? Конечно, нужно придумать каждый раз что-то новое для вас, чтобы вам было интересно, не скучно. У меня тоже такая проблема. Я теряю очень много клиентов из-за того, что тренирую их правильно. Все хотят там лежать, сидеть в тренажерах, сегодня в одном, завтра в другом. Не понимая, что нужно, как говорит Стефан, не смотреть на то, что ты делаешь, а смотреть на то, сколько времени ты находишься под нагрузкой. Какая была прошлая тренировка, какая сейчас, какие у тебя цели и задачи, какие у тебя основные исходные данные, какое у тебя здоровье. Хочешь ты, к примеру, стать супервыносливым или хочешь быть очень сильным. И то и другое тренируется отдельно. Вот о чем самый обман кроссфита, Стефан, поправь меня, если я не прав. Кроссфит преподносится как функциональный тренинг. Я вот сейчас скажу, может быть, крамолу для всех, но поверьте, функционального тренинга как такового не существует. Потому что нету одной системы тренировок, которая бы сразу развивала все пять качеств. И силу, и скорость, и ловкость, и красоту. Понимаете? Не, знаешь, если ты так попробуй, но ни одной из этих качеств не будет на самолючке. Поэтому есть периодизация. У нас было видео, и мы читаем, и я работаю с этим. Это один из очень главных моментов, который, если ты владеешь, так и с нами, и ты можешь управлять. Не просто получить хороший результат, будь, чтобы они выступали дольше, время, много лет занимались без травм. И все это периодизация. Кроссфит, человек занимается шесть месяцев, он все бит. И потом... Конечно, надо сначала отучить человека техники. Люди в тяжелой атлетике годами, десятилетиями учатся толчку. Слушай, вот, Стефан, как делать боксеру статодинамику, чтобы не терять скорость? И нужно ли... На какие мышцы? На какие мышцы нужно? Ну, статодинамику... Можно, в принципе, на все группы мышц, тем более на сами главные. Ноги, ноги, груди и спину. Окей? Статодинамика. Видео там есть, канал лаборатории, какие упражнения делать. И что вы должны делать. Раз в неделю минимум, два раза было оптимально. Не надо больше. Если они боксеры, то они не хотят очень много работы на кислительный мышечный волокон, потому что, может быть, увеличивает вес, может быть, проблема зависит от, сколько он весит. И тоже надо работать на гликолитических, на высокой пороге. И надо и то, и другое. Поэтому не больше два раза в неделю, чтобы еще два раза в неделю работать на высокой пороге. Периодизация нужна. Периодизация. Да. И получается тогда хороший... У нас есть ролик, где Стефан так вот коротко, вкратце, там, в течение 20 минут расписал график периодизации. Вы можете посмотреть, и, в принципе, боксер может его использовать. Правильно? Да. Очень много для боксера. Да-да-да-да. Смотри. Если есть отдельный вопрос, пишите. Окей? И мы постараемся это видеть. Либо видео. Ну, я думаю, мы постараемся сделать, может быть, как-нибудь отдельный ролик про вот этого чудо-тренера, да? Сделаем дело. И когда ты придешь сюда, я могу даже ссылку и название, где следовать, который идет против этот парень, который просто говорит, но вообще без каких-то доказательств. Никак. Ну, говорят же в науке, что самое тупое доказательство это я попробовал и на мне не сработало, да? Так же или я попробовал, но мне сработало. А вообще, друзья, ну что, мы будем заканчивать. У Стефана сегодня, там, праздник в университете, люди получают дипломы. Да, градуатики. Я хочу посоветовать вам, друзья, тренируйтесь. Знаете, самое главное, вот я забыл, кто сказал когда-то, делайте то, что можете с тем, что имеете там, где вы находитесь. И слушая советы Стефана, читая книжки Виктора Николаевича Силуянова, вот самый главный совет, друзья, не поленитесь, прочитайте их за срок. А этот парень, натурал, сказал, что постоянно прогрессирует и ставит динамика, видишь? Так и я тоже постоянно, мне очень это нравится. Да, и люди, которые работают, работают правильно, будут получать хороший эффект, будут чувствовать хорошо. И если есть какие-то вопросы отдельно, пишите нам, мы постараемся ответить. Да, друзья, заходите к Стефану в Инстаграм, пишите ему вопросы. И мы, как всегда, будем делать для вас специальные ответы. Сейчас пропустили. Люди, которые не знают, есть несколько мест, если вы тренер и работа, будешь настоящим специалистом. Не будет таких специалистов из Ютуба, это нехорошо. Да. Настоящий. Окей? И попробуйте. У нас есть хорошее возможности, пишите Егор в личку. Да, в течение вот этой недели, если вы сейчас пишите, мы вас еще примем дальше. Это уже будет невозможно. Даже уже будет сложно. Ну и последний вопрос. Да, последний вопрос. Стефан пишет. Что почитать или что делать, чтобы улучшить бег на 3000 километров? Чтобы бег на 3000? Да, 3000 это более как сложно. Это нужна и выносливость, и скорость, да? Да, 3000, в принципе, надо работать на то и другое, как Егор сказал. Надо работать на выносливость и на скорость. Но, знаешь, он хочет, сказал, что читать, он спросил, что читать. Да, спросил, что читать, какую книгу. А, что читать. Да, книга полезна, будет книга, была у Сео Луянов вместе с Евгением Борисом Микинченко. Это силовая выносливость, это какая-то книга оранжевая. Он найдет книга... Пусть обратите в лабораторию к ребятам. Обратите в лабораторию, спросите, это хорошая книга. Да, эта книга, чтобы вы знали, мы переделаем, я вместе с Микинченко, Евгений Борисович, он профессор России, очень известный, смотри в интернете. Евгений Борисов Микинченко, он работает с сборной командой России. И мы переделаем эту книгу, было раньше Сео Луянов, Сео Луянов умер, к сожалению. И он сделал со мной, и она будет публиковать в Бразилии. Эта книга может быть через год, мы работаем на этом. Очень хорошая книга. Но старая книга была с ним, Евгений Борисович Микинченко и Сео Луянов. Ищите эту книгу, это оранжевая. И вам очень полезно. Ну что, Стефан, спасибо, что нашел время ответить вам на вопросы. Увидимся, друзья, скоро. Не забывайте, что у вас есть последняя возможность вступить на наши курсы. Точнее, вот там Стефан в основном говорит в первых лекциях. Очень интересно, очень много того, чего нужно именно вам, как тренеру и как тренирующемуся человеку. И за очень доступные деньги, недорого. Мы работаем на психологию, мы работаем на стресс-менеджмент, на все качества, все компоненты, и силы, и выносливость, и гибкость, и ловкость, и на тестирование, как тестировать в домашние условия, тестирование в клуб. Очень-очень хороший курс, гарантируем. Да. Как всегда, ставьте лайки, кто на ютюбе будет смотреть, подписывайтесь на канал, и обязательно нажмите на колокольчик. Давай-давай. Давай, дружок, занимайся, не будем лимчаем. Все-все, давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok